Форум 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 полторы тысячи ламп и будет потреблять только 10 киловатт мощности и размером она будет только просто с автомобиль. В 49 году, а между прочим, в 1947 году появился вот этот прибор, полупроводниковый транзистор, первый точный транзистор, который на самом деле полностью изменил электронику и вычислительную технику во второй половине двадцатого столетия. Но я повторяю, что в 49 году группа экспертов, оценивая, как будет развиваться электронная вычислительная техника, считала, что она будет развиваться на электронных лампах и не принимала во внимание родившееся новое направление. Однако все это на самом деле стало очень быстро меняться. И уже в 56 году Шведская Академия Наук отметила открытие транзистора присуждением Нобелевской премии ее создателя, Вильяму Шокли, руководителю этой программы на фирме Bell Telephone, Джону Бордину и Волтеру Братейну. В своей Нобелевской лекции Джон Бордин отмечал очень важные принципиальные позиции. Как? Каким? Нужно сказать, что научное сообщество в 56 году было несколько даже удивлено и были разного сорта высказывания по поводу присуждения этой Нобелевской премии. Говорят, ну что это сугубо техническая вещь? Анатолий Абрагам, выходец из России, французский физик, писал в своих воспоминаниях, как за эту маленькую фитюльку сугубо техническую нужно давать Нобелевскую премию. Но на самом деле именно эта маленькая фитюлька изменила ход развития экономики и очень многих других вещей во второй половине 20-го столетия. И, кстати, родила и новую физику. И Джон Бордин отмечал, что полупроводниковые исследования, которые привели к созданию транзистора, это квантово-механическая теория Вилсона, теория Френкеля фотоэлектрических явлений и независимое и параллельное развитие теории контактных явлений в полупроводниках, куда внесли такой огромный вклад Мод Шотки и Давыдов. Я всегда вспоминаю первую лекцию, которую я слушал Джона Бордина в 1960 году в Праге на заключительном заседании конференции по физике полупроводников, когда он отмечал, что наука, то, о чем я уже говорил, интернациональна, и физика полупроводников пример этому, поскольку она была создана прежде всего Вилсона Мемотом в Великобритании, Вагнера Мишотки в Германии, Френкеля Миньоффе в Советском Союзе. Волтер Братейн отметил, что вот эта новая физика полупроводников родила новую поверхность в полупроводниках, поверхность ПН-перехода. Затем произошло еще одно крупнейшее событие в XX веке, которое также сыграло огромную роль в развитии информационных технологий, в развитии военных технологий, и которые также последовали очень важные изменения в нашем мире. Это работы, которые были отмечены Нобелевской премией по физике в 1964 году, и была присуждена премия Чарльзу Таунсу. Исследования им проводили в Колумбийском университете Николаю Басову и Александру Прохорову в физическом институте имени Лебедева. Александр Михайлович Прохоров в своей Нобелевской лекции отмечал что вообще как же такая странная вещь. В 1954-1955 годах были созданы основы и мазерной, и лазерной техники, и технологии, но лазеры появились с заметным опозданием. Для этого были свои причины, потому что для того, чтобы появились оптические квантовые генераторы, необходимо было создать и новый тип резонатора, и новые методы накачки для получения инверсии населенности. Можно при этом всегда вспоминать, что на самом деле рождение мазеров произошло с огромной задержкой, потому что принципиально отцом лазеров и мазеров можно назвать Альберта Эйнштейна, который еще в 1916 году сформулировал принципы необходимости наличия стимулированных переходов. Следующие компоненты очень важные, это полупроводниковые лазеры, и открытие полупроводниковых лазеров дало такую же компоненту в оптоэлектронике, как открытие транзисторов лазера. Ну и вот в 2000 году Нобелевская премия по физике была присуждена вашему покорному слуге Герберту Крёмеру и Джеку Килби за фундаментальную работу в области информационных и коммуникационных технологий, нам за развитие полупроводниковых гетероструктур с Гербертом Крёмером и Килби за его вклад в создание кремниевых интегральных схем. Профессор Торг Классен в своей презентации на обручении премии отмечал, что отмечается раннее развитие микроэлектроники и фотоники, которая была основана вот на этих вещах, ну и отмечается роль дальнейших исследований полупроводниковых гетероструктур. Джек Килби в своей Нобелевской лекции отметил, что на самом деле рождение кремниевых интегральных схем, то, что сегодня определяет развитие практически всей компьютерной технологии, было встречено в том числе и научным сообществом, на самом деле без больших восторгов, более того считали, что это слишком дорогие, неудобные и ненужные вещи, и будет развиваться технология уже на транзисторах, не на лампах, да, но на дискретных транзисторах интегральные схемы не дойдут применения. Как это часто бывает, военные применения и государственные программы сыграли огромную роль в утверждении этих технологий. Практически сразу же программы «Минитмен» и «Аполлопроект» появились основой, на основе которых кремниевые чипы выиграли соревнования в развитии микроэлектроники. Ну, это замечание Герберта Кремера, который отмечает, что гетеропереход – это и есть, на самом деле, сразу прибор. Ну, и я считаю возможным отметить, что мною было сформулировано, что в случае гетероструктур мы получили возможность совершенно иным способом конструировать подавляющее большинство полупроводниковых приборов. Позже это получило классическое определение Лио Исааки – «Man-made crystals» – «Кристаллы, сделанные человеком, а не Богом». Но, вот это из ноутбука «Килби», его заметки 1958 года на Texas Instruments, как он создавал свои интегральные схемы. Первая реальная интегральная схема – Роберт Нойс. Это уже в Калифорнии, это уже в столь популярной сегодня Кремниевой долине. Это первая интегральная схема, здесь чрезвычайно важна. Она использовала технологии, которые уже были основой для изготовления кремниевых транзисторов и методы футалитографии, использовавшиеся уже в кремниевых транзисторах. И эта технология, собственно говоря, не претерпела никаких принципиальных изменений с 1961 года. Только огромное техническое, технологическое развитие. Но вот теперь я перехожу к тому, что было, надо сказать, в заглавии моего доклада. А как все это влияло на экономику и общество? Это из старого очень доклада профессора Зи, много лет работавшего на фирме Белл Телефона, в 1982 году выступившего на конференции Solid State Device Conference в Токио, с докладом проблемы субмикронной литографии. И в этом докладе, посвященном проблемам субмикронной литографии, он привел такие чрезвычайно интересные данные. Вот как развивалась электронная промышленность Соединенных Штатов. И если вы обратите внимание, то появление интегральных схем, это вот 58-й год, и если в целом электроника в США развивалась примерно в темпах 15% в год, то интегральные схемы в темпах 25% в год. А вот те изменения, которые произошли в социальной структуре общества, благодаря прежде всего развитию новых технологий. Соединенные Штаты Америки, к которым мы привыкли относиться, как передовой промышленной индустриальной державе, с точки зрения, вот 4 группы работников, работники, занятые в сельском хозяйстве, в промышленности, в сфере получения, обработки и использования информации, и в сфере обслуживания. И вот с этих позиций до 1905 года наиболее многочисленной была группа, занятая в сельском хозяйстве. Поэтому можно говорить, что Соединенные Штаты Америки до 1905 года были агро-страной, сельскохозяйственной страной. Промышленной державой они стали только в 2005 году, когда наибольшее количество занятых работников было в промышленности. И вот в 1955 году максимальное количество, наиболее многочисленная группа работников оказалась занятой в сфере получения и использования, и обработки информации. А начиная примерно с 70-х годов, эта группа достигла уровня половины работников США, и произошло насыщение. Хотя, казалось бы, именно в этот период произошел огромный информационный взрыв. Объемы информации, которые нужно было бы обрабатывать, стали намного больше, чем раньше. И вот это насыщение, возможность держать эту группу работников на уровне половины работающего населения, связано прежде всего с развитием компьютерных технологий и микроэлектроники. Именно в это время и появилась возможность успешно обрабатывать и использовать все эти огромные объемы информации. Это же привело к изменению очень фундаментальному самого подхода для выработки решений, подготовки, проектирования. Если можно говорить, что электромеханическое проектирование было, так сказать, основой, в том числе и в начале 20-го века, электронные схемы стали играть огромную роль где-то к середине этого столетия, то логические решения, связанные с использованием интегральных схем, и, наконец, сегодня, с огромным использованием программного обеспечения и работников программиста, вот эти изменения в самом подходе к развитию экономики в мире. Ну и несколько слов о знаменитом законе Мура. Сегодня, кстати, очень широко обсуждается, в том числе, это поминалось и во вступительном слове нашего вице-губернатора и представителя президента Сколково. А когда поминают о Сколково, то всегда очень любят говорить о Кремниевой долине. И очень часто в нашей прессе, литературе, в средствах массовой информации Сколково – российская Кремниевая долина. Поэтому важным является, сказать, я скажу просто несколько слов об истории возникновения Кремниевой долины в Соединенных Штатах Америки. Моисеем Кремниевой долины с полным на то основанием всегда называли Вильяма Шокли. Шокли, руководивший работами по созданию полупроводниковых транзисторов на Белл-телефон, безусловно был выдающимся ученым, прекрасным организатором. Мне довелось с ним встречаться и знать его. А его группа на Белл-телефон рассыпалась. Первым покинул Джон Бордин. Затем Джеральд Пирсон. И сам Шокли ушел из Белл-телефон, считая, что научные достижения недостаточно высоко оцениваются. Что мы, которые создали все это, и сегодня, используя транзисторы, появляется масса миллионеров, в то время еще не говорили про миллиардеров, а мы, ученые, оплачиваемся за это крайне низко. Поэтому философия Шокли была, что нужно создать новые компании, в которых ученые будут играть основную и главную роль. В этих новых компаниях их разработки научные и, прежде всего, патенты станут основой их благосостояния, и они станут новыми супермиллионерами. Он привел замечательную команду молодых сотрудников в Калифорнию, поскольку сам он окончил когда-то Калтек. В эту компанию, кстати, никто не пошел к ним, сбыл телефон, они все его уже хорошо знали. Но он, авторитет в это время Шокли в полупроводниковой физике, был гигантским. И с ним поехали молодые люди, в том числе Гордон Мур, Роберт Нойс, масса других молодых людей, и была создана Шокли Транзистор Корпорейшн, помочь которую помог его старый друг Бекман, который в это время возглавлял крупную компанию Chemical Instruments. И в этой компании наступила быстро, как говорится, фиаско, потому что никто из его сотрудников не разделял его позиции, что можно на производстве патентов стать вот необычайно богатым, и что нужно на самом деле в этих новых технологиях, а было огромное преимущество, привезены на Запад. Нужно всегда понимать, что в это время в Штатах развито был район Бостона, дорога 128, многие другие вещи. На Западе еще ничего не было, но была привезена группа молодых талантливых людей, которые привезли с собой новые хорошие технологии, и при этом они поняли, что нужно в первую очередь развивать. Что развивать нужно реальное производство, реальные технологии, новых вещей, которые начнут завоевывать рынок. Результатом явилось, что Окли остался для нас всегда Моисеем Кремниевой долины, но он вынужден был покинуть эту компанию, созданную им же, и вернуться профессором в Станфордский университет. Ну а вот как развивалась Гордон Мур, который был одним из создателей компании Intel в 65-м году, и дальше он предсказал, что когда появились первые интегральные схемы, что каждые 2-3 года будет удваиваться число компонент на интегральной схеме, это получило название закона Мура. Вот это изменение размеров в электронных технологиях, начиная с 10,8 нанометров, то есть с электронных ламп, и кончая нынешней ситуацией, когда мы имеем уже производство в 32 нанометра. А это то же самое, плотность компонент непосредственно, закон Мура. И если начиналось в интегральной схеме Роберта Нойса с 2-3 транзисторов ИРЦ-цепочки, в 70-м году это были уже 10 тысяч транзисторов, то сегодня это миллиарды транзисторов на одной интегральной схеме, в принципе работающей на той же принципиально физически. принципах и основах технологии, но благодаря совершенно гигантскому технологическому развитию. Ну а в оптоэлектронике такой компонентой, которая сыграла роль в развитии информационных технологий и волоконно-оптической связи, и записи, и снятии информации с дисков и так далее, явился лазер, работающий при комнатной температуре на гетероструктурах. Гетероструктуры вошли широко в дело, и солнечные батареи в космосе. Но основой этих технологических вещей, и вот тут опять чрезвычайно важно, чтобы мы понимали всегда, насколько важны новые технологические методы. Мы сегодня во всем этом деле идем действительно в наномир и к наноразмерам. Сегодня мы должны создавать приборы и устройства, размер которых и основных компонентов исчисляются несколькими постоянными решетками. Таким технологическим методом явилась молекулярная эпитаксия, пионером которой был Альфред Чо, а первые машины стала изготавливать компания Рибер, затем это получило широкое развитие в нашей стране. И вот именно эта технология является сегодня основой нанотехнологии для очень многих самых широких применений. Хочу сказать несколько слов о том, куда и как мы можем идти дальше в этой области. Это пример использования солнечных батарей, в которых мы подходим сегодня к коэффициенту полезного действия в 50%, благодаря возможности использования в гетероструктурах всего широкого солнечного спектра. Это сегодня создание светодиодов, которые, безусловно, будут основой освещения в мире через 10, 15, 20 лет. И сегодняшняя технология позволяет создать светодиоды, которые мы называем интеллектуальными источниками света, поскольку можно управлять его спектральным составом в течение дня, можно управлять его спектральным составом, проводя операции при освещении, при хирургических работах и многое другое. Полупроводниковые лазеры сегодня практически, как говорится, захватили почти весь мировой рынок. А полупроводникам созрела мощная конкуренция. И такой конкуренцией является развитие полимерных материалов. Так же в 2000 году была присуждена Нобелевская премия... Алану Хигеру, Алану Магдармиду и Хидеке Широкава за открытие проводящих полимеров. Я бы с удовольствием привожу слова Алана Хигера в его Нобелевской лекции, когда он сказал, что в конечном счете, и это является наиболее важным, проводящие полимеры предлагают возможность достижения в новой генерации полимеров, материалов, которые показывают электрические и оптические свойства, такие же, как и полупроводниковые материалы, но которые при этом оставляют за собой механические свойства полимерных материалов и таким образом совершенно меняют технологические возможности производства огромного количества электронных компонентов, в том числе солнечных батарей и светодиодов и многих других. Неслучайно, в глобальном нанотехнологическом рынке, а он предсказан порядком триллиона долларов США ежегодно в ближайшие 8-10 лет, наноматериалы, наноэлектроника составляют основную часть этого рынка. Я, в общем, в этом коротком обзоре хотел на самом деле привести на примере развития полупроводниковых технологий, информационных технологий в целом, показать, какое они оказывают серьезнейшее влияние на экономическое и социальное развитие общества. Я не являюсь экономистом, не принадлежу к числу тех людей, которые отрицали бы значение рыночных механизмов и всего прочего, но при этом, я думаю, чрезвычайно важно понимать роль прорывных технологий в развитии экономики и влиянии его на социальные проблемы в обществе. В этом отношении и в заключении хочу сказать, что, в том числе и в том проекте, который сегодня столь широко обсуждается, мне кажется, чрезвычайно важным будет возможность демонстрации того же самого, приоритета научных исследований и разработок, которые и составляют основу любой коммерциализации. Опыт, который мы имеем сегодня, по крайней мере, в нашей России, в стране, четко показывает, что, пренебрегая научными исследованиями и разработками, которые являются фундаментом экономического развития, мы на самом деле потерпим фиаско и в том, что называется коммерцией и коммерческими делами. В этом отношении, мне кажется, мы это уже видим на примере вновь созданной недавно компании «Роснано», которая по условиям компании не имела права тратить средства на научные исследования и разработки, и в результате, подобрав то, что было развито и могло быть основой крупных коммерческих проектов, она сегодня находится в критической ситуации. Я надеюсь, что это будет прекрасно пониматься и нашими властями, и власть придержащими, потому что при этом нужно четко отдавать себе отчет, что основой, я хочу закончить свое выступление, короткое, надеюсь, достаточно, что цитированием замечательного человека, с которым я имел удовольствие много лет общаться, выдающимся физиком, получившим Нобелевскую премию по химии, Джорджем Портером, бывшим много лет президентом Лондонского Королевского Общества, как-то сказавшим такие замечательные слова, что наука вся прикладная, разница только в том, что отдельные приложения возникают очень быстро, а отдельные через столетия. И поэтому наша задача, когда мы говорим об экономике и о коммерческих эффектах, уметь увидеть те приложения науки, которые могут возникнуть довольно быстро и привести к серьезным экономическим результатам, улучшая при этом социальную структуру общества. Спасибо за внимание. Потому что Роснано в настоящий момент практически выбрало все проекты, которые у нас были, на основе которых можно развивать крупные коммерческие проекты. И сегодня, для того, чтобы идти дальше, или покупать просто фабрики и заводы, что они пытаются делать. Потому что нужно было, тем не менее, с самого начала, вы это прекрасно понимаете, поддерживать. Это иллюстрируется чрезвычайно простыми цифрами. Созданная в Академии наук программа фундаментальных исследований в области нанотехнологий, которая в соответствии с определением Джорджа Портера дает приложение очень быстро, имела бюджет в первый год своего создания 250 миллионов рублей для всех многих десятков институтов, 180 миллионов рублей в этом году. И сравните это с суммами, которыми распоряжается Роснано. Я бы сказал следующую вещь. Проблемой, как заменить кремний другими материалами, научные сотрудники, ведущие работы в этой области, занимаются, я думаю, с первого дня, как только кремний стал использоваться. Такими материалами нам казались, например, в 60-е и начало 70-х годов полупроводники А3Б5 и, в частности, Арсенит Галлия. Из этого ничего не вышло. Но гетероструктуры на основе полупроводниковых соединений А3Б5 стали основой развития информационных технологий, которые не решают кремний и кремниевые чипы. Это, прежде всего, оптоэлектроника и высокоскоростная электроника. Солнечная энергетика. Затем открытие фуллеренов и углеродные вещи прекрасно, замечательно. И это тоже очень широко обсуждается, и появляются определенные очень крупные успехи. Вместе с тем, кремний, в технологию развития которого вложены многие триллионы долларов. И технология, которая сегодня есть и долго будет основной, и вряд ли что-либо изменится в ближайшее время. Появилась спинтроника. Замечательная вещь. Спинами управлять и, возможно, решение криптографических проблем и квантовых компьютеров пройдет много лет. Спинтроника. Все эти вещи, на самом деле, успешно находят свои ниши в сфере информационных и прочих технологий. Графин. Так все-таки правильно произносить его, верно? Ну, прежде всего, я бы сказал, что это замечательно, что Нобелевскую премию в этом году получили два российских физика, которые кончили московский физтех, которые начали свою работу в Институте физики твердого тела, в Черноголовке, в замечательном центре, ну и которые сделали свое выдающееся открытие в 2004 году уже в Великобритании. Это интереснейший объект для исследований с массой, и вы, наверное, прекрасно знаете, там уже открыта масса новых явлений. Вместе с тем не нужно переоценивать. Никакой смены кремнию из графина не будет. Гетероструктуры имеют значительно более широкое применение, и возможности их использования были гораздо яснее при их рождении, и они не пришли на смену кремнию. И здесь то же самое. Уникальные свойства этой структуры можно и должно использовать для самых различных применений. Но это моя позиция, и я абсолютно уверен, что графин не придет на смену кремнию.